Что Самара привнесла в русскую литературу? Где город явно занимает главную роль, а где только настоящий волжанин может узнать родные запахи, звуки и цвета? Такими вопросами задались участники Всероссийской научной конференции «Самарский текст в русской литературе». В течение двух дней они обсуждали разные отзвуки Самарского в произведениях русских писателей. Никто не считал эти тексты, и никто в последние несколько десятков лет не брался обнаружить эти тексты, эти смыслы. Во-первых, мы это постараемся сделать, но и во-вторых, действительно, наверное, вот говорят, что самарцы по-особому говорят, тянут. Наверное, и сознание наше работает как-то по-другому. Я думаю, что вот эта конференция поможет найти нам настоящего самарца. Одним из кандидатов в настоящий самарцы стал Евгений Чириков. Писатель в конце 19 века начинал свою литературную деятельность в Самаре. Здесь он работал в «Самарской газете» и «Самарском вестнике». Опыт жизни в городе на Волге лег в основу его первых произведений. «Самарская» в его текстах, а также его творческий путь тоже обсуждали на научной конференции. Фундамент будущего творчества Минского заложен был здесь, именно в Самаре. И вот завершение уже рассказов и повестей и чужестранцы, инвалиды, начало драматургической деятельности было уже вот на самарском опыте. Поскольку самарские тексты и смыслы в литературе только начинают изучать, то планируется, что эта конференция станет традиционной, и участники будут открывать новые страницы этой увлекательной темы. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Продолжение следует... Продолжение следует...